Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными событиями в жизни Одинцовского района. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложение наш телефон 508-86-84. Мы работаем в прямом эфире. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. Сегодня мы поговорим про довольно важную тему, особенно важной она, как кажется, стала в последние годы. Мы поговорим про молодежное воспитание, а именно патриотическое воспитание молодежи, о том, что это такое, нужно ли оно вообще, и какие формы сегодня в России оно приобретает. В наших гостях сегодня Николай Романович Якушев, председатель комиссии, который занимается как раз таки молодежной политикой, ветеранской работой и историко-патриотическим воспитанием. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Антон Валерьевич Кузнецов, заместитель председателя данной комиссии. Добрый вечер. Добрый вечер. Антон Валерьевич, Николай Романович, рад, что вы к нам сегодня приехали. Давайте начнем с самого банального, но при этом не самого простого. Что такое патриотическое воспитание? Нам говорят последние лет 5, наверное, отовсюду. Средства массовой информации, общественные деятели, политики и так далее. И как-то у всех это все по-своему. У одного патриотическое воспитание – это знание истории, у второго – это обязательная служба в армии, у третьего – это удачная сдача ЕГЭ. По вашему мнению, как общественников, которые занимаются мониторингом молодежного воспитания и патриотического воспитания в районе, что же такое все-таки именно патриотическое воспитание? Вы правильно сказали. У каждого свое понимание. Сейчас на сегодняшний день понимание патриотизма. Вообще, я вижу вот эту всю систему, которая должна воспитывать людей в духе патриотизма, она должна быть, естественно, единой и многогранной. Потому что объяснить, что такое патриотизм на словах, ну, наверное, невозможно. Это любовь к родине, это готовность встать на защиту родины, это другие принципы человеческие, которые проявляются в людях в какие-то моменты. То ли это внезапно, это геройские поступки, решения принимаются за несколько минут о каком-то подвиге, это осмысленные, когда человек уже готовится и так дальше. Но я так думаю, что все-таки, наверное, все идет от воспитания в семье и с малых лет. Вот почему-то в деревнях более патриотичные люди, потому что там привыкли к уважению к старших, прислушиваться к старших. Не говоря уже о современной молодежи, которые сегодня, кроме компьютеров, некоторые, конечно, некоторые молодые люди, кроме компьютеров, игр, там, еще каких-то забав, не знают. Вот как в таком человеке может вообще присутствовать патриотизм вообще, в принципе? Я прошу прощения, Николай Иванович, что сразу вас перебиваю в самом начале. У нас имеется уже звоночек от нашего телезрителя. Предлагается про вас поговорить, а потом мы продолжим нашу приседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела вот что сказать. Одинцовское телевидение мы смотрим регулярно, оно нас устраивает. Там отражается жизнь Одинцовского района, поэтому мы смотрим все время. И когда мы увидели по телевизору вот в ближайшие дни, когда показывают роды открытым текстом вечером, да еще утром на следующий день повторили. В общем, это не способствует образованию молодежи. А вот то, что этой недели последние перед праздниками, если бы это можно, надо было бы снять вот эти глупейшие американские фильмы, которые ничего не дают для ума молодежи. А пустить наши, ведь у нас прекрасные военные фильмы, не только в бой идут одни старики. И если в госфильму Фонде поковыряться хорошо, там можно найти, хватит на целый месяц. Прошу прощения, а как вас зовут? Как вам обращаться можно? Тамара Александровна. Тамара Александровна, один моментик. Просто понимаете, у нас такая ситуация. Эфирное время очень ограничено. Вот у вас, если есть вопрос к общественной палате, давайте вы его зададите. Если нет, я главному редактору нашему обязательно, конечно, вашу просьбу передам. Скорее всего, главный наш редактор уже ее слышал, потому что все наши программы, конечно же, она смотрит. Ну вот сейчас давайте мы просто, чтобы времени аж не тратить, чтобы других уже людей принять, звонки и так далее. Вы скажите, вот к общественной палате есть какие-то вопросы? Алло. Да-да. Да-да. Есть какие-то вопросы именно к общественникам? Ну все, спасибо. Все, спасибо вам тогда. Спасибо огромное за позицию. Продолжим пока, да, нашу беседу. Вы вот начали говорить как раз-таки о молодежи нашей сегодняшней, о том, чем она занимается и так далее. И упомянули очень важный, на мой взгляд, момент о том, что воспитание и с точки зрения патриотики как таковой в деревнях и в городе, допустим, сильно отличается. А вот по-вашему, с чем это связано? Ведь существует такое мнение, что, ну, несколько устаревшее в сегодняшних реалиях, но тем не менее, деревенский житель – это крестьянин. Или фермер, можно его по-русски по-новому назвать, да? То есть это человек, который привязан непосредственно к своей земле. Он на ней работает, она его кормит. И это, в общем-то, с малых лет в человеке воспитывается. А согласны ли вы с такой вообще позицией, с таким мнением, и считаете ли, если да, то, что это действительно влияет на то, что человек эту землю чувствует и воспринимает совершенно по-русски? Я считаю однозначно. Потому что это хат, этот дом, как называют в деревнях, это действительно его малая родина. Это то поле, где с детства трудятся и ребятишки, даже и девчонки, и так дальше. Вот они воспитываются в своем микроклимате, все им родное. Каждая кочка, каждый пенек и так дальше. Если взять молодежь, чем крупнее город, тем больше у них отвлечений. Я бы сказал, не развлечений, а отвлечений от всего. И вот правильно телезрительница сказала, что и фильмы по телевидению идут не те, и мультики даже бывают такие страшилки. Откуда-то к нам пришли. Ведь у нас были сказки. А сказки это всегда добро побеждает зло. И вот в этом все заложено. У нас были песни, слова которых знали и сейчас знают многие поколения. Я думаю, они все еще есть. И вот эта ситуация, она просто отвлекает нынешнюю молодежь в больших городах. Ну, я считаю, что неправильные какие-то поступки, может быть. Потому что действительно любить свою родину, надо ценить ее и жить в ней, как в своем доме. Пусть это будет большой город, но свой подъезд, свой двор, все, что окружает молодого человека, да и вообще гражданина, должно быть приемлемо для общения и для того, чтобы люди были благодарны друг другу, здоровались и так дальше. И не было бы какой-то конкуренции, толкания локтями и так дальше. Вот говорят, когда соседей не знаем, общаться ни с кем не хотим. Да, да. Живут в своем мирке. И вот если такая семья, то и молодой человек, или, значит, в принципе, ребенок, он и будет так же воспитываться, тоже обособленным и так дальше. Нас обвиняли, что мы с троим ходили в пионерах. Сейчас все это возобновляется. Это действительно был коллективизм, где могли проявиться такие чувства, как подставить плечо другу, своему товарищу и так дальше. С троим ходили пионеры не только в деревнях, но и в городе. А вот я городской житель, в городе Денцово родился, вырос. Что вот, здесь патриотизма меньше, что ли? У нас тут свои какие-то, свой подъезд, свой двор тоже был. Мне кажется, все-таки здесь комплекс идет. И с детства что-то, ячейка общества, семья, да, и государство. Когда систему какую-то вводят, да, направляющую, вектор задают, вот тогда результат получается действительно какой-то. Мы это наблюдаем на примере Советского Союза, из которого мы все вышли, да. Когда-то развитие было наиболее бурное, актуальное, вот эти молодежные организации, у них стройная система была. Да, та же пионерская организация, они же не просто так ходили строем. Это не только, чтобы показать коллективизм, там, и единую какую-то сущность. Параллельно этому строю с песнями, там, барабанными и горными, параллельно начальная военная подготовка. Там азы элементарные, там, строевая, там, походы, исследование окружающей местности, там, где ты живешь, да, вот это краеведение такое элементарное. Выживание в условиях, там, дикой природы, развести огонь, приготовить себе еду, плыть о речку и так далее. Это все вот с молодых ногтей. Это в масштабах государства введено в систему. Естественно, семья, как ячейка общества, если она поддерживает, направляет ребенка в этих начинаниях. Государство единый вектор, семья, так сказать, помогает, объясняет. И тогда получается результат тот, который мы видели. Огромное государство, огромный народ победитель, который перемолол фашистскую вот эту махину. Антон Валерьевич, я не могу не задать вопрос. Вы озвучили довольно хороший инициативный и полезный институт. Это как раз-таки вот пионеры, да, которые у нас до поры до времени были. И вы так вот привязали пионерское движение в чем-то, к навыкам именно военного ремесла. А насколько вот по-вашему военное ремесло, именно военное дело, не какие-то там моменты о том, как там костер разжечь, а вот прям военное дело, насколько оно привязано в России к понятию патриотики и пониманию, что такое вообще наша страна? Ну, в России, мне кажется, сложилось исторически, что защитник Родины, военный солдат, офицерский корпус, это всегда человек, который вот на передовой. Он всесторонне развит, опять-таки, это система образования. Он и владеет военным искусством, он и ценитель искусства в обычных, на нашем понимании, проявления, там, поэзия, там, театр, художественные какие-то направления. Человек, который понимает, что огромный культурный пласт нашей Родины, он создавался поколениями и поколениями, и который обладает навыками противостоять какой-то внешней агрессии, да, вот, мне кажется, именно этот патриот, когда человек осознает, почему люди совершают подвиги, потому что он понимает, что если он сейчас вот что-то не совершит такое, даже, ценой собственной жизни, да, то там, враги, вот эта внешняя агрессия, она перемелет, значит, вот все, что за его спиной. Вот это культурный пласт его родни, его родной клочек земли. Вы считаете, что человек, который не имеет патриотического воспитания, который просто житель, да, он не способен полезть под танк с гранатой, правильно я вас понимаю? Какие-то задатки должны быть, однозначно. Тогда следующий вопрос. Раз, вот есть у вас такое убеждение, что действительно военное дело в России непосредственно связано с патриотикой, а получается так, что сегодня, в состоянии именно сегодняшнего, в сегодняшнем состоянии нашего государства, женщина имеет гораздо меньше шансов стать настоящим патриотом своей страны, чем мужчина, правильно? Я думаю, что это не так. Опять-таки, исторически сложилось, что да, мужчины, они всегда воины, там, на передовой, но без тыла, который обеспечивает женщине связь медицинские службы, прежде всего, и разные другие направления, это никак, абсолютно, и женщина сейчас, тенденция, вот, армейская служба, да, так сказать, ее авторитет растет, и женщины многие туда стремятся, и это, я бывший военнослужащий, я это наблюдал там еще, там, 5-10 лет назад, как бы, и сейчас авторитет военнослужащий все выше и выше. Почему? Потому что государство делает в этом направлении определенные шаги, мы все это видим. Да, и к воспитанию молодежи, и к повышению авторитета военной службы. Да, но ведь есть такое мнение, что Родину можно любить по-разному. Многие люди банально не приспособлены не то, что стать, я не знаю, мотострелком, допустим, 58-й там армии. Многие люди не в состоянии даже в тылу работать, там, по каким-то своим физическим недостаткам, там, допустим, по болезням и так далее, по душевному, такому состоянию души, что человек родился, он не в состоянии вообще переносить тяготы, допустим, какие-то лишения службы. Значит, соответственно, в патриотическом воспитании есть и что-то еще, правильно? Ну, разумеется, это многогранная система, да, разностороннее развитие. Опять-таки, если взять, да, есть вот какие-то люди не приспособлены, но это исключение, подтверждающее правила. Так сложилось исторически в России, это мое мнение. Значит, опять-таки, можно любить Родину по-разному, там, писать стихи, успевающие родной край, там, художественные произведения гениальные создавать. Но если это будут делать все, то кто будет Родину защищать? Как я уже сказал, то есть вот наши защитники Родины, они вот так и в Царской России, и в Советском Союзе, это были люди всесторонне развитые, там, как и в Царской России офицер, он там и на балах танцевал, и стихи писал, и был культурно высочайше образован, да, и Родину защищал. Так и в Советском Союзе офицерский корпус, это люди развитые, всесторонне были, да, это, так сказать, интеллигенция. Высоко образованные, высококультурные люди. Сейчас эта тенденция, она тоже находит свое отражение. Если все будут картины писать, сочинять стихи, кто будет защищать Родину? Я здесь вот согласен с Антоном Валерьевичем. Действительно, все-таки Родину защищать, это, наверное, первая обязанность первостепенная. Ну почему? Потому что действительно так повелось. Если сильная армия, значит, и страну уважают. И я думаю, что вот в школах, как было в наше время, начальная военная подготовка, она сейчас обязательна. Для чего? Чтобы молодой человек умел обращаться с оружием, теоретически был готов к этому. Но если у него есть такие таланты, рисовать или еще что-то, ну пусть это развивается в другом как бы ракурсе. Но если необходимо будет, чтобы взять оружие и пойти. Почему у нас, говорят, обязанность воинская, да? Потому что пусть сейчас год, да? Солдаты служат. Год. Смотрите, что сейчас происходит. Ребята хотят служить, они идут служить. Для того, чтобы получить какую-то воинскую специальность. Для того, чтобы на случай военных действий или вообще такого положения, они могли быстренько встать в строй и по своей специальности защищать Родину. Это необходимо, я считаю, что, в принципе, вот это вот первоочередная задача, чтобы каждый гражданин наш умел, знал, по состоянию здоровья был готов защитить свое отечество. Но чтобы войны не было, надо развиваться. Правильно? Базовые какие-то навыки должны быть у всех. Базовые, да? Кто желает потом идти по контракту, служить, там, связать свою судьбу с военной службой, там, ради Бога. Кто дальше идет, значит, писать стихи, рисовать картины, ради Бога. Ну, вот в базе должно быть умение, может, не желание, но умение уж точно. С вашей позиции, согласно власти Московской области, в том числе, последние несколько месяцев они провели целый ряд открытых уроков в формате таких форумов, где жители района, где школьники, студенты подмосковных вузов могли задать друг другу вопросы, как-то поделиться опытом, допустим, своего проживания за рубежом, тем, как там обстоят дела на Западе с патриотикой, сравнить с тем, как это выглядит у нас и так далее. Как раз-таки один из таких уроков не так давно прошел в одной из Одинцовских школ. Уважаемые телезрители, я предлагаю сейчас посмотреть, как же все это было. Кроме Одинцовцев, в работе экспертной дискуссионной площадки «Открытая трибуна» приняли участие школьники из Кубинки, Голицына и Барвихи. Во время беседы общественники отметили, что занятые выдумыванием очередных нападок на Россию мировые державы забывают об огромной роли, которую наша страна играла и продолжает играть в мировой истории. В 20 веке наша страна совершила два великих дела для всего человечества и для всего мира, которые имеют неприходящее значение. Потому что это вклад в историю всего человечества и в достижения наших. Это победа в Великой Отечественной войне, победа над фашизмом, над коричневой чумой, и это прорыв в космос. Принято считать, что отношения России и ряда западных стран резко ухудшились после марта 2014 года. В то время как в Киеве уже шли уличные бои, жители полустрова Крым решили пойти своим путем. Не дожидаясь, пока обещанные поезда дружбы приедут к ним, крымчане вывели на улицы вооруженные патрули и обратились к местным властям. 16 марта прошел исторический референдум, по результатам которого полуостров вернулся в состав России. Волеизъявление, казалось, не должно было оставить никаких вопросов к легитимности выбора людей. За воссоединение с нашей страной проголосовали более 96% голосовавших. Большинство стран Азии, Ближнего и Среднего Востока восприняли новость нейтрально, чего нельзя сказать о западных государствах. Поток критики, обрушившийся на сделавших свой выбор жителей Крыма, недвусмысленно свидетельствовал. Старый свет и Соединенные Штаты в ярости. Это глобальная атака, которая сейчас ведется на разум подрастающего поколения, безусловно, требует адекватной оценки со стороны нашего общества, наших россиян, и позиционирования правильных ценностей, как моральных, так и материальных. После крымских событий в отношении России ввели экономические санкции, цель которых конкретно озвучена. Россия должна вернуть Крым Украине. Мы не должны забывать, что этот акт передачи Крыма поставил под угрозу послевоенный порядок в Европе. Мы не успокоимся до тех пор, пока не будут полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины. В отношении послевоенного порядка и порядочности вообще западные лидеры демонстрируют удивительную гибкость. С большим возмущением власти США относились к тому, как во время осетинского конфликта 2008 года русские миротворцы, по которым стреляли прямой наводкой, защищали себя. При этом их не смутили действия грузинской стороны. По заключению Международной комиссии по расследованию обстоятельств войны, именно Тбилиси несет ответственность за начало конфликта. Подобную же маневренность западные страны демонстрировали во время оправдания собственных вторжений в Сербию, Ирак, Афганистан, Ливию и многие другие страны. Годы идут, а риторика отдельных стран остается прежней. Во всех бедах и конфликтах в любой точке мира виновата Россия. Опровергнуть эти тезисы вызвались общественники и преподаватели вузов Московской области. Площадкой стал Одинцовский шестой лицей. Они сегодня приехали и рассказывают ребятам аналитически хороший материал о том, как нас любят и как нас не любят во всем мире, как русский человек закаляется в своей патриотической борьбе. Выступающие отметили, что сегодня многие россияне переживают не столько из-за материальных трудностей, вызванных санкциями, сколько из-за того, как далеко могут зайти наши так называемые западные партнеры. В России еще жива память о Второй мировой войне и десятках региональных конфликтов, последовавших за ней. Всем им предшествовала напряженность в международных отношениях и нежелания лидеров стран прислушиваться друг к другу. Нечто подобное можно наблюдать и сегодня, а потому государство хочет быть уверенным, что наши дети, от которых зависит будущее страны, понимают, что происходит в мире. Если мы увидим интерес детей, я думаю, что мы в дальнейшем продолжим. Это будет не только тема патриотизма. У нас любые темы мы можем поднять на сегодняшний день, что интересует детей. Я думаю, что у нас дети все талантливы. Но нам бы хотелось, чтобы каждый из них открылся по-своему. Многие учебные заведения Одинцовского района предложили себя в качестве площадок для подобных дискуссионных собраний. Воспитанию молодого поколения сегодня уделяется особое внимание, и активность ребят в спортивной, культурной и политической жизни страны дает надежду на то, что воспитание это себя оправдывает. Ну что же, вот такие тезисы были озвучены, по крайней мере, на одном открытом уроке. Николай Романович, Антон Валерьевич, коли уж мы заговорили как раз-таки о воинской службе, не могу не вспомнить исторический пример. Все мы знаем, что императрица Екатерина II считается достаточно общепринята одной из наиболее выдающихся личностей в российской истории. При всем при этом она была, что тоже не стекрывается, весьма известна немкой. Она изначально была человеком весьма далеким от православной веры, и, разумеется, в армии она никогда не служила. Тем не менее, со временем она стала одним из самых выдающихся, по крайней мере, по мнению, например, Костомарова, Крамзина, патриотов российского государства и российской государственности в принципе. А вот на Ваш взгляд, что привело к такому преображению человека? Откровенно, абсолютно откровенно не служба у преображенцев и не кайло в руках, что-то другое. Вот есть у Вас какое-то личное отношение к этому вопросу? С позиции императрицы Екатерина сложно рассуждать. С вообще Одинцовским общественникам, да. Поэтому вопрос провокационный. Конечно, здесь, на мой взгляд, элемент честолюбия присутствует, что вот это мое. И я хочу, чтобы вот это мое было на хорошем уровне, чтобы все остальные боялись. У нас все развивалось, кипело. Люди, значит, увеличили свой культурный уровень. Армия была сильной и так далее. Вот такой элемент. Монарх, он хозяин. Хороший монарх. Потом смена строя произошла. А что наши советские руководители? А не что, значит, вспомнить того руководителя, после которого там китель остался, трубка только, да, сапоги и все там. Он... Цели у человека какие в жизни были? Ну, по-моему, отнюдь не обогащение, до каких-то пробитений, личных благ. Какая страна досталась, да? Какая страна потом в итоге в космос полетела? Это что, это кровавый тиран, что ли, тоже был какой-то, да? Нет. Мне кажется, это все какие-то вот эти либеральные домыслы, так сказать, вот все вывернуть наизнанку. Конечно, нет. Когда человек, так сказать, разумный, он смотрит на эти вещи и адекватно оценивает обстановку. Вот исходные составляющие, да, и вот что на выходе получилось, да. Что там, какие цифры в этом промежутке, что там нам сейчас доносят, какие-то там, значит, репрессии там и так далее. Ну, архивы открываются, и цифры реальные, они нам показывают реальные обстоятельства, да, так сказать, показывают ложь, которые потоки уже льются на нашу страну, на вот эти события исторические многие. Надо по человеку судить в итоге, что получилось. Поэтому, так сказать, что императоры у них в своей позиции, они дети своего времени, что наши советские руководители, да. Мы видим, как страна развивалась. Наш человек советский полетел в космос. Все, вот черту подводим. Все, что дальше вот рассуждать. Вы очень хорошую мысль сказали о том, что монарх, ну, в глобальном вопросе, да, это хозяин. А неправильно ли будет в таком случае сделать вывод, что когда человек вообще осознает, что он хозяин, пусть и не государство, но хотя бы свои квартиры, своего там подъезда, неподъезда, уже сложно сказать, ну, хотя бы свои квартиры, допустим, да, хотя бы там газоны перед своим домом. Если каждый будет это осознавать, не будет ли ситуация несколько лучше, не будет ли банально на улицах чище, и не будет ли у людей большего понимания друг к другу? Если такое будет, такое понимание, значит, то я думаю, что будет чище. Ну, возьмите, вот сколько у нас дачников, да? На своем участке все трудятся, приводят порядка, потому что они видят, что это их земля, это их собственность, и они вкладывают в нее и душу, и труд, и так дальше. А сейчас бывает так, что из подъезда вышел, ничего не видишь, споткнулся в какую-то баночку, бутылочку, прошел мимо и так дальше, потому что это не мое, дворники уберут. Да, такое ощущение есть. Но смотрите, как раньше было, я помню, как выходили все люди сами, со своими ведрами, граблями, вениками, метлами, и сами убирали ту территорию, которую они считали... Без привязки, так понимаю, к субботникам. Просто люди выходили и убирали. Без привязки, да. Выходили, да, и после этого подводили итоги. Дети здесь маленькие бегают, и взрослые. Я считаю, что вот это вот оно и было, хотя не было собственности у людей. Это мы сейчас стали собственником квартиры, у кого дача, у кого еще что-то. А тогда-то... Я думаю, тут вопрос тоже, опять же, в том, что собственность владения чем-либо, это как раз-таки момент из капитализма, из материальной составляющей. А мы сегодня, по большей части, втроем говорим о понимании того, что эта земля принадлежит нам, эта страна принадлежит нам. Да, совершенно верно. Потому что за этим не бумажка стоит, там писюлька, не пойми, кем подписана, за этим стоит история, кровь, наши предки, самое главное, наши деды, отцы, матери. Правильно? Правильно. Ну, тогда у нас совсем немного времени, к сожалению, остается. Последний у меня к вам вопрос. На сегодняшний день, по вашему мнению, по мнению общественников Одинцовского района, чего не хватает в патриотическом воспитании молодежи в России? Ну, на мой взгляд, встроенные системы. То есть мы видим, что общественники активно работают, каждый на своем участке, каждый в своем направлении. Мы видим, со стороны государства идет волнами разные патриотические проекты, там ГТО, Гонка Героев и многие-многие другие. Но встроенную четкую систему от А до Я, это до сих пор не проведено. Но тенденция, она есть, наблюдается. Мы надеемся, что в итоге вот этот вектор системы, которая там с молодых ногтей, начинает человека воспитывать и доводит его до сознательного человека, значит, гражданина-патриота, взрослого, который понимает вот эти все нюансы, все умеет, обладает базовыми навыками по защите Родины и дальше развивается, культурно работает на благо своего Отечества. Мы надеемся, что так оно будет. И мы сами на своем участке, конечно, работаем в этом направлении. Ну, Антон Валерьевич, Николай Романович, огромное вам спасибо. Действительно, я уверен, у нас сегодня достаточно интересный для наших зрителей разговор получился. Будем надеяться на лучшее. Будем, конечно же, следить за вашей работой, за вашим мониторингом данной ситуации в Одинцовском районе. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о патриотическом воспитании молодежи в Одинцовском районе конкретно и в России в целом. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложение на наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели, постараемся вместе во всем разобраться. Кроме того, вы можете напрямую обратиться в общественную палату Одинцовского района на их официальном сайте или написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и увидимся. Продолжение следует...